В 60-е годы прошлого века развитие культуры в стране вышло на новый уровень. Самодеятельные ансамбли, народные театры и ДК нуждались в профессиональных руководителях. Эти кадры тогда готовили всего четыре института культуры, которые располагались в Москве, Ленинграде, Харькове и Улан-Удэ. В 1968 году профильные вузы решили открыть еще в 14 городах страны, в том числе в Хабаровске. Сфера культуры – это комфорт для жителей. Если человек увлечен чем-то и для него есть возможность свои творческие какие-то навыки, свойства реализовать, он будет привязан к этому. Это в том числе и закрепление на Дальнем Востоке. Первыми преподавателями Хабаровского института культуры стали выпускники ГИТИСа, Московского и Ленинградского институтов. Развивать на Дальнем Востоке хоровое дирижирование приехал Валерий Успенский. Через несколько лет он стал ректором института. Сегодня – в память о педагоге. Народным артисте России открыли мемориальную доску. Тот, кто с ним общался, тот помнит вот эту особую его интеллигентность. Он умел делать замечания, но таким тоном, что эти замечания не обижали, не огорчали, а наоборот воодушевляли на определенную творческую деятельность. Институт развивался и перерастал педагогами, благодаря которым открывались новые кафедры музыкального искусства, культурологии, библиотечного дела. Они стали кузницей кадров не только для российского Дальнего Востока, но и для стран АТР. В 2008 году институт принял первых шестерых студентов из Китая, а сегодня по обмену учатся 60. Желаю, чтобы культурный обмен между нашими странами длился так же долго, как течение реки Хэлунзян. А дружба между двумя народами никогда не увидала. Во-первых, это язык. Во-вторых, это творчество. А китайцы понимают, что у России большой такой запас потенциал творческих возможностей. Едут сюда учиться, и потом эти люди становятся самыми лучшими проводниками наших общих идей. Если они учились здесь, они преданы будут России, я в этом уверен. О межкультурных связях помнит один из первых выпускников института, заслуженный артист России и руководитель Хабаровского театра «Триада» Вадим Гогольков. 20 лет назад вместе с японскими режиссерами они поставили сказку «Небесная дева». Тогда в Хабаровск, из Токио и других городов Японии приехали 19 педагогов. Они учили артистов своей хореографии, музыки, движениям, кукольному искусству. Десять лет, ну не каждый год, но раза четыре, наверное, мы объехали всю Японию с этой сказкой, потом с нашими спектаклями. Возникли еще другие совместные постановки, где были половина японских артистов, половина наших. Это наше знаменитое мим-шоу «Дворюги». Новый виток развития и привлечения иностранных студентов Институт культуры получит благодаря открытию межвузовского кампуса. Наш институт станет неким таким вот культурно-творческим центром для студентов вузов, потому что это у нас будет единое такое культурное пространство студенчества в связи с кампусом. Ну и в связи с этим мы расширим свое влияние на культурную деятельность в городе и в Хабаровском крае. Марина Рожко, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.